Преподобный Джим Джонс Джонс вместе с сотнями последователей перебирается в Гаяну, чтобы основать там коммуну — Джонстаун. Объявленная утопическим раем, колония была больше похожа на тюремный лагерь. И когда делегация Конгресса прибыла туда с целью изучения условий, Джонс исполнил свою финальную задумку. 18 ноября 1978 года 909 мужчин, женщин и детей погибли после того, как их заставили выпить отравленный ароматизированный напиток. С тех пор этот ужасный образ используется в сленговом выражении для обозначения не ставящего под сомнение сектантского мышления. Они выпили кул-эйд. Сегодня в мире существуют тысячи сект. Важно отметить о них две вещи. Во-первых, не все секты религиозные. Некоторые из них политические, основаны на терапии, направлены на самосовершенствование или что-то ещё. С другой стороны, не все новые религии являются тем, что мы называем сектами. Так что же именно определяет наше современное понимание сект и почему люди в них вступают? В широком смысле секта или культ — это группа или общественное движение, разделяющее общую приверженность обычно радикальной идеологии, которую, как правило, олицетворяет харизматичный лидер. И хотя немногие из них смертельны, как Джонстаун или Небесные врата, закончившие своё существование в 1997 массовым суицидом 39 человек, большинство сект имеют общие отличительные черты. Типичная секта требует от своих членов максимальной приверженности и поддерживает жёсткую иерархию, отделяющую доверчивых последователей и новичков от происходящего внутри. Секта утверждает, что даёт ответы на самые важные жизненные вопросы, благодаря своему учению и следованию правилам, которые сформируют из нового адепта и истинного верующего. И самое главное — секта использует как формальные, так и неформальные приёмы влияния и подчинения, чтобы заставлять своих последователей повиноваться с малой терпимостью к внутреннему несогласию и критическому разбору. Вы можете подумать, что некоторые из этих черт присущи также и признанным религиям. В действительности, изначально слово «секта» описывало людей, поклоняющихся неким богам, выполняющих ритуалы и служивших в храмах. Но со временем оно стало означать чрезмерное поклонение. Многие религии зарождались как секты, но со временем, по мере роста, они интегрировались в структуру общества. Современные секты, напротив, отделяют своих последователей от всех остальных. Вместо того, чтобы давать советы последователям, как сделать жизнь лучше, секта стремится контролировать их полностью, от личных и семейных отношений до финансов и жилья. Секты требуют повиновения лидеру, которым обычно бывает человек с даром убеждения, единовластный и самовлюблённый, движимый жаждой денег, секса и власти. Начинается всё с харизмы лидера, благодаря которой он привлекает первых последователей. Дальнейшее распространение происходит по принципу пирамиды. Старые члены секты вербуют новых. Секты отлично знают, на ком сосредоточиться, и больше обращают внимание на приезжих, а также на тех, кого недавно постигла неудача в личной жизни или на работе. Одиночество и желание обрести смысл делают человека восприимчивым к дружелюбным людям, предлагающим сообщество. Процесс вербовки может быть тонким, так что иногда на налаживание отношений уходят месяцы. На самом деле, более чем две трети членов сект вербуются друзьями, родственниками или коллегами по работе, от приглашений которых трудно отказаться. Оказавшись среди членов секты, человек подвергается различным техникам идеологической обработки. Некоторые играют на нашей склонности подражать окружающим и следовать указаниям. Другие могут быть более серьёзными, задействующими вину, стыд и страх. Зачастую члены сект подчиняются добровольно, управляемые потребностью быть частью общества и получением обещанных вознаграждений. Сектантское окружение препятствует критическому мышлению, а высказывание сомнений затрудняется выражением абсолютной веры всех вокруг вас. Возникающий внутренний конфликт, называемый когнитивным диссонансом, загоняет вас в ловушку, поскольку каждая уступка делает болезненнее признание того, что вы были обмануты. И хотя большинство сект не доводят своих последователей до самоубийства, они могут причинить вред. Отвергая основные свободы мыслить, выражать своё мнение и общаться, секта останавливает психологическое и эмоциональное развитие последователей. Это прежде всего касается детей, которые лишаются нормальной развивающей деятельности и этапов развития. Несмотря на это, немало членов сект со временем находят выход, либо в результате собственных осознаний, либо с помощью семьи или друзей, или когда секта разваливается по причине внешнего давления или скандала. Секты бывает трудно распознать, и для некоторых их верования, какими бы странными они ни были, защищены свободой вероисповедания. Но когда их практики связаны с домогательствами, угрозами, незаконной деятельностью или насилием, правоохранительные органы могут вмешаться. Вера во что-то не должна стоить вашей семьи и друзей. И когда кто-то просит вас пожертвовать отношениями с близкими или моралью ради общего блага, скорее всего, он использует вас ради блага своего. Перевёл и озвучил Медведь Евгений Константинович. Субтитры создавал DimaTorzok